Ну, а теперь домашнее задание. Первое домашнее задание – это чтение. Вы берёте раздаточный листок. Это будет вторая полоска слов. Там, где у нас в каждом слове есть буква Р. Вы читаете семь строчек вместе с вашими родителями. Читаете, вводите пальчиками под словами. Не перебирайте буквы и не повторяйте целиком всё слово. Второе задание. Нужно открыть пропись по грамоте, найти страничку, там, где у нас задание на букву Р, и его выполнить. Первое задание – это, как всегда, нужно заштриховать сверху вниз, справа налево заглавную и строчную букву Р. Пастой какого цвета? Правильно, пастой синего цвета, потому что буква Р – согласная буква. Хорошо. Второе задание. Вы выполняете задание в середине листа. Третье задание. Нужно написать заглавную и строчную букву Р. Писать вы её будете пастой правильно синего цвета. Между буквами пропускать, правильно, одну клеточку. Хорошо. Ну, а вот теперь задание для тех детей и тех родителей, которые хотят сделать немного больше. Это уже усложнённое, необязательное задание. Но я советую вам его выполнить, потому что оно очень хорошо развивает у детей фономатический слух, его фантазию, его возможности. Вам нужно будет написать слово «картошка», А потом достаточно крупными буквами написать каждую букву из этого слова. Это будет буква К, А, Р, Т, О, Ш, К, А. Дальше ребёнку даётся следующее задание. Первый вариант. Нужно составить все слова всевозможные, которые можно составить только из набора этих букв. Это могут быть разные слова. Я сейчас не буду вам подсказывать. Вы их соберёте, и ребёнок их прочитает. Второй вариант. Нужно составить только те слова из набора этих букв, в которых обязательно будет буква Р. Очень интересное задание. Я надеюсь, что многие дети с ним справятся. Ну, а теперь до свидания. До завтра. Ребятки, вы были молодцы. До встречи. Ребятки.